День города. Праздник, объединяющий действительно весь город. Всех, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в социально-экономическое развитие округа. Группа компаний «Славянка» — это не только коллектив профессионалов, достойных наград, но и предприятия, которые ежегодно ко Дню города радуют староскольцев новыми проектами и открытиями. Не обошлось без подарка горожанам и в этот раз. На «Славянке» трудятся грамотные, трудолюбивые, опытные специалисты. Не случайно многие из них были отмечены наградами в День города. Свидетельства о занесении на городскую доску почёта вручены представителям сразу трёх производств группы компаний «Славянка». Это оператор станков староскольского механического завода Владимир Якущенко, тракторист-машинист агропредприятия «Патудань» Иван Форцу и коллектив общества с ограниченной ответственностью «Полиграфия Славянка». Очень приятное событие. Я выражаю благодарность всему коллективу за их достойную работу, по показателям которых мы отмечены староскольской администрацией в этом году. Хочу пожелать здоровья коллективу, всегда, чтобы с хорошим настроением приходили на работу, и работа была всегда в радость. Не отстаёт от опытных коллег и молодёжь «Славянки». В канун праздника премии «Одарённость» был отмечен Егор Будков. Первая премия я искренне рад тому, что я получил. Я хотел бы выразить благодарность компании, которая предоставила мне возможность стать тем человеком, которым я являюсь сегодня. На обновлённой площади Центра молодёжных инициатив Рио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков вручил староскольцам заслуженные награды, среди которых также были сотрудники группы компании «Славянка». Почётной грамотой губернатора отмечен Александр Лимарь, начальник по управлению коммерческой недвижимостью УК «Славянка». Благодарностью – директор агропредприятия «Патудынь» Сергей Бельских. Благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в социально-экономическое развитие Старого Оскола получила Марина Гаврюшина, главный технолог УК «Славян». Очень приятно, когда в День города ещё какие-то для тебя личные поздравления. Очень трогательно, очень торжественно. Большое значение имеет. Очень приятно, что твои труды оценены. Старому Осколу 428 лет, и он по-прежнему остаётся городом свершений, городом сбывающихся надежд, городом, устремлённым в будущее. Дорогие старооскольцы, я поздравляю от всей души вас с таким нашим замечательным праздником, Днём города. Город у нас активный, работящий, молодой, энергичный, динамично развивающийся. Я желаю всем горожанам быть счастливыми в этом городе, быть довольными той прекрасной атмосферой, которая у нас образовалась, и быть, самое главное, счастливыми в своих семьях и со своими близкими. С праздником вас, дорогие старооскольцы! Ежегодно «Славянка» ко Дню города радует старооскольцев новыми проектами. Успешно развивается Дом детского творчества «Славянский», которым занимаются более 600 ребят. В прошлом году в центре города была открыта ледовая арена, а сегодня здесь работают спортивные секции фигурного катания и хоккея. К концу этого года планируется полностью открыть физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий в себя три бассейна и фитнес-залы. К услугам спортсменов будет новая комфортабельная гостиница. А в День города в новом большом зале для игровых видов спорта впервые прошел юниорский турнир по волейболу. Вячеслав Владимирович сделал предложение для того, чтобы те объекты спорта, которые находятся в коммерческой деятельности, чтобы совместно разрабатывались вместе с муниципалитетом. Это очень ценно, важно для муниципалитета, для бизнес-процесса, самое главное – для жителей. Мы сегодня впервые открыли площадку по спорту, волейбол, баскетбол, теннис. Будет со зрительным залом, можно будет посещать, можно будет группами людей брать в аренду и пользоваться этими залами. А через месяц мы откроем уже водный объект. Это будет два бассейна на восемь дорожек, это будет сауна, это будет хамам, это будет интересно для того, чтобы люди могли прийти, отдохнуть и получить удовольствие. Сегодня старая часть города – это не только исторический центр, но и современный кластер культурного и спортивного развития. Её новый облик формируется в том числе благодаря деятельности группы компании «Славянка». Анна Семёнова, Алексей Грачёв, Илья Самсонов, 9 канал.